Исповедь Странника. Так называется выставка, на которой будет представлена коллекция этюдов, созданная в разных уголках мира. Их автор сегодня у нас в гостях. Это заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии Художеств Константин Семенович Войнов. Вместе с ним научный сотрудник музея имени Василия Ивановича Сурикова и Екатерина Толстихина. Доброе утро. Здравствуйте. В вашей коллекции этюдов «Исповедь Странника» многие картины так или иначе связаны именно с водной тематикой. Какая-то близость с водой связывает вас или это просто такое вдохновение? Я даже не думал о таком ракурсе, что будет связано с водой. Но единственная связь – это течение времени, наверное. Можно так ассоциировать. Ну, судя по всему, вы побывали во многих странах, потому что на ваших картинах запечатлены пейзажи разных – и Азии, и Европы. Что больше всего вам понравилось, где больше всего вдохновения вы получаете? Надо сложно сказать и что-то выделить. Одну какую-то страну, одно место в мире очень интересно, конечно. Мне очень нравится Азия, например, Индия, Сирия. Очень запоминающиеся такие страны. Хотя первая поездка у меня была в Париж в 1993 году. Что можно отметить и, так сказать, выделить спустя время и приобретя опыт какой-то – это то, что дома всегда лучше. А где творится лучше? Какая все-таки местность вам дает больше вдохновения? Ну, лучше, наверное, все-таки у себя в мастерской. Просто есть разница. Вот выставка, она чем отличается от многих, потому что это выставка пленерных этюдов. То есть это работы, написанные на воздухе, на открытом воздухе, а не в мастерской. И в этом смысле большая разница. Потому что ты, когда находишься на природе, ты как бы забываешь про себя, забываешь про материалы, про свою профессию. А вот только прямой контакт с природой и с Всевышним. Сливаешься с природой, становишься ее частью, да, и отсюда уже другая энергетика рождается. Ну, скажите, пожалуйста, почему выставка называется «Исповедь странника»? Ну, потому что так мы подумали, и получилось уже действительно несколько стран пройдено с этюдником, так сказать. И невольно себя чувствуешь странником по свету, так сказать. Вы действительно много путешествуете, и именно из этого вышло название «Странник». Ну, я бы не сказал по нынешним временам, что я много путешествую. Скорее нет, наверное, не очень. Ну, так вот, нам просто понравилось такое название. Вопрос к Екатерине. Как попасть на открытие выставки? Сегодня приглашаем всех в 5 часов дня в Падесу, проспект Мира 12. Это Косновецкий художественный музей имени Сурикова. Приходите, выставка будет работать до 20 сентября. Ждем всех желающих. Кроме этого, у нас есть специальная программа, подготовленная для этой выставки. И 3 сентября мы всех ждем на лекцию о культуре, которая находится в опасности. Сегодня об уничтожении культурных ценностей будет очень интересно. В часть дня точно так же проспект Мира 12. И у нас еще действует потрясающая история. Это квест для детей младшего и среднего возраста, когда дети смогут познакомиться в игровой форме с тем, что такое этюд, как создается этюд, чем занимается художник. Поэтому точно так же записывайтесь по телефону 212-22-50 и приходите к нам своими классами, группами, участвуйте. Со скольки лет можно приходить, участвовать в этой игре? Это младшие и средние школьники. То есть с первого класса, вот как раз-таки 1 сентября совсем скоро. Просто стоит только записаться? Да, конечно. А что еще в этом квесте? Раскройте немножечко завесу тайны. Это образовательные квесты, которые характерны для нашего музея. Мы всегда готовим их для различных выставочных проектов. И в связи с тем, что это этюды, мы говорим о том, что такое этюд, как создается этюд, какие особенности у создания этюда. Мы говорим о том, какие цвета использует художник, чем отличаются теплые цвета от холодных цветов. То есть такой маленький экскурс в то, что такое живописью, чем занимается художник для маленьких деток. А для старших школьников будет что-то интересное? Лекции, приходите на лекции. То есть квест это все-таки для более младшего возраста, а для старших лекции. А можно ли будет попробовать создать какой-то этюд в ходе этого квеста? В рамках мини-мастер-класса, да. Можно? Да. Мне кажется, даже и взрослым будет интересно прийти и попробовать. У нас есть методисты, которые работают с определенными категориями детей. Поэтому в первую очередь для деток. Но, конечно же, их родители в группах, если они приходят, это замечательное совместное творчество. Совместное творчество – это всегда хорошо. Да, хорошо, когда можно родителям прийти куда-то вместе с детьми и поучаствовать вместе в одном и том же мероприятии, насладиться такими шедеврами, которые выставляются в вашем музее. Спасибо вам большое за интересный разговор. Константин Войнов, заслуженный художник России, был сегодня у нас в гостях. И Екатерина Толстихина, научный сотрудник музея имени Василия Ивановича Сурикова.